Поддержка программы «Кировский кирпичный завод». Фундаментальный взгляд на строительство. Главное в строительстве. Надёжные поставщики. Каждая сэкономленная минута – это критерий качества нашей работы. Кировский кирпичный завод. Верный и ответственный партнёр на пути к вашей цели. Киров, Луганская, 59. Телефон 761-500. Начало второго в Кирове. Всем здравствуйте. Меня зовут Владимир Сметанин. Мой собеседник – Григорий Сайфулин, руководитель Центра демографии, репродуктивистики, изучения вопросов семьи Вятского госуниверситета, член региональной общественной палаты, президент благотворительного молодёжного общественного фонда «Вятский фонд» Александра Невского. Всё верно? Всё верно. Добрый день, Григорий. Ну, ещё и к тому же вы участник молодёжного форума «Иволга-2017», который недавно завершился в Самарской области. В первую очередь, конечно, о вашем участии в данном мероприятии поговорим. Ну, о деятельности фонда тоже хотелось бы сказать. Да, о деятельности Центра демографии, который вы возглавляете. Но это чуть позже. Всё-таки начну с фонда. Я следил за тем, что вы делаете там. Ну, как в ленте новостей, да, ведь это всё просачивается в соцсетях. Интенсив семинар «Любовь. Это». Вот вы там широко освещали, очень. Давайте рассказывайте сначала с этого, начнём вот с конкретного, да, проекта, а потом уже с других целей, с которыми вы посетили молодёжный форум. Четыре года назад мы начали развивать проект «Школа женихов и невест». Это формат, когда… Это фонд Александра Невского, да? Фонд Александра Невского. Фонд Александра Невского, ассоциация молодых семей «Вятки», наши друзья, молодые семьи «Вятки». Смысл проекта заключался в том, чтобы молодые семьи, которые уже прошли некоторые постановления, но пока ещё молодые, они могли пообщаться с пока ещё не семейными ребятами, но мечтающими создать счастливую семью один раз на всю жизнь по вот этим вопросам подготовки к семейной жизни. Вопросы там были очень многие. Как найти свою вторую половинку? Как лечить влюблённость от любви? Интимное отношение до брака полезно, не полезно? Мы даже такие вопросы обсуждаем. Мы очень глубоко эти вопросы все изучаем, прорабатываем, с ребятами обсуждаем. И заканчивая даже вопросом, как организовать свадьбу мечты за один месяц при нормальном бюджете. Цикл семинаров был рассчитан на три месяца, один раз в неделю, на десять занятий. И мы очень долго думали, как сделать так, чтобы этот проект можно было масштабировать в другие регионы. Мы делали разные попытки обучения ведущих в других регионах, но в итоге мы пришли к мнению, что гораздо эффективнее будет, изменив несколько программ, убрав оттуда некоторые лекционные части, перевести в формат тетради методических. Мы сделали максимально практикоориентированный курс на 8 часов. То есть самое главное, самое ценное мы собрали в интенсив курс 8-часовой, назвали его «Любовь в это», потому что у нас в цикле подразумеваются еще два семинара. Семья — это для молодых семей, счастье — это для молодых родителей впоследствии. И пробовали семинары проводить в Кировской области, Нижегородской области и Мордовии. Вот прям приезжали на место, собирали людей. И для организованной площадки уже наши партнеры их организовывали, этих молодых людей. Мы проводили вот такой интенсивный семинар. 8 часов подряд, соответственно, да? 8 часов в среднем. Получалось примерно с 9 часов утра до 17 часов вечера. Семинар вызвал очень большой интерес. Там очень много разных игр, упражнений, проигрываний ситуаций, дискуссий оживленных. И в итоге мы решили, наконец-то, спустя 3 года после приглашения на форум «Еволга» провести подобные семинары уже на этом окружном большом форуме. За прошедший форум пришло у нас участников 137 человек. Это было 2 цикла. То есть по 3 дня, по 2 часа мы разбили. Даже еще выделили по 2 часа. 3 цикла. Мы планировали один семинар провести, но пришло по желанию, мы сделали второй. В итоге очень много поступило таких хороших, интересных от ребят предложений. Развитие этого проекта в других регионах. И сейчас мы планируем провести подобные интенсив-курсы в 7 регионах Привожья. То есть увидели на вас, посмотрели, решили, почему бы этих ребят не пригласить. У них ничего подобного нет. Формата именно в таком ключе, когда носители живого опыта, не просто люди, которые прочитали книжки, или не просто психологи, но подготовленные, в том числе психологически, педагогически, молодые семьи ведут вот такие занятия оживленные. К сожалению, в России пока и сейчас нет. И мы рады тому, что есть такой отклик, рады делиться и готовы участвовать в развитии подобных проектов в других регионах нашей страны. Занятия непосредственно вы проводите, или еще ваши коллеги? У нас есть три пары. Вы как обладатель семейного опыта. Ну, пока еще не такой большой опыт. У нас сегодня 6 лет семейной жизни с супругой. У нас есть три пары ведущих в Вятке. В последнее время больше всего провожу занятия сейчас я. А что ведет вот этих людей, ваших коллег, к тому, чтобы рассказывать, делиться опытом? Какие внутренние чувства? Именно у ведущих? Да. Все очень просто. У ведущих этого проекта, если можно так выразиться. Все очень просто. Мы для себя тоже обсуждали с коллегами эти вопросы. Есть три серьезных аспекта мотивации. Первая мотивация. Нам хотелось бы делиться тем, что мы имеем сами. Такая форма, может быть, даже благодарности. А частью то, что мы имеем сами. Во-вторых, сама по себе подготовка к занятию подразумевает очень большую и серьезную подготовительную работу. Нужно очень много литературы изучить, чтобы вести занятия, не ориентируясь на свой субъективный опыт, но при этом как-то объективизируя. А что это за литература? Ну, допустим, в нашей семейной библиотеке сейчас порядка 220 книг по семейной педагогике, психологии, антропологии, медицинской литературы и многих других, которые мы изучаем и стараемся покрупиться. Вот самые интересные факты, какие-то аргументы, истории, их привнести в наши семинары. Кроме того, ребята, у нас есть такое правило среди ведущих, что мы не говорим о том, что они прожили на своем личном опыте. Потому что это, во-первых, чувствуется всегда участниками, а во-вторых, ну, наверное, неправильно призывать к чему-то, молодежи, говорить о чем-то, если ты сам этому не соответствуешь. Поэтому это такая хорошая тоже мотивация в своей семейной жизни, ну, как бы стараться отношения улучшать, работать над своими недостатками и вот как-то развиваться в этом ключе. Ну и третье... Простите, вот хочу уточнить сразу, для вас какой термин больше всего подходит, вы для себя понимаете, все-таки вы призываете к семейным отношениям или все-таки пропагандируете? Есть небольшая разница, на мой взгляд, и слово пропаганда у нас в последнее время как-то вот такой окрас, да, в том числе негативный приобретает. Скорее всего, даже третий термин. Мы рассказываем ребятам, почему любовь настоящая, она рождается в семье, как этого достичь и благодаря вот этому достижению постичь человеческое счастье. Мы разбираем, может быть, некоторые даже стереотипы, касаемые семейной жизни, выводы, ребята делают сами. Мы рассказываем о том, что есть в нашей семье и в других семьях, семьях долгожителей, в которых мы общаемся, там, люди 50-60 лет в браке, которых, знаете, глаза счастьем горят. Мы рассказываем о таких людях, о их секретах вот этой семейной жизни в современных условиях. И просто ребятам как бы даем возможность выбора. Вот смотрите, если вы хотите, как они, то же самое, то вот по их же мнению нужно сделать вот это, вот это и вот это. Но ребята делают выводы сами, хотя... То есть это информирование, по большому счету? Отчасти это информирование в таком глубоком... Нет, конечно, мы не заставляем никого жениться по итогам наших занятий. Ну, нет никакой разнарядки, чтобы ребята... Почему бы и нет? Знаете, нет никакой разнарядки, чтобы ребята пришли на эти занятия, они добровольно приходят, участвуют активно в этих дискуссиях во всех, потому что у них у всех молодых людей, с которыми я общался, в том числе по свидетельности педагогической в университете, у всех из них есть желание быть любимыми и по-настоящему любить. И просто мы разбираем, как этого достичь. Что за ребята, девушки, молодые люди именно в рамках Иволги пришли к вам на занятия? Возможно, есть какое-то отличие их мировоззрения? Представители других, в том числе регионов, да, были? Конечно, конечно. Ваше ощущение от общения с ними? Отчущение очень хорошее. Ребята очень глубокие, очень интересующиеся, и они в целом готовы к изменениям. Пока еще некоторые изменения, может быть, в чем-то неположительный опыт отношений предыдущих. И многие устали от одиночества. Многие хотят серьезных отношений, создания семьи в таком ключе, чтобы не пришлось разводиться и не мучиться в отношениях, а постичь человеческое счастье. Ребята были примерно, мы так посчитали, из девяти регионов Приволжья. Это участники четырех смен. Поколение Добра, Политика, Малая Родина, Патриот. В рамках смены, в основном. Хотя были ребята других смен. Немало было ребят, порядка где-то 15, которые случайно проходили мимо шатра, где мы общались с ребятами. Они обсуждали, к нам присоединились по итогам этого общения. Конечно, примерно на две трети это были девушки. Все-таки девушки у нас больше одиночества испытывают. Может быть, они серьезно к этому относятся, отчасти. Может быть, им легче было прийти на такой диалог. Все-таки, мне кажется, мужчине чаще проще с самим собой поговорить в чем-то, обдумать, чем с кем-то обсуждать какие-то свои личные вопросы. А это накладывает какие-то свои отпечаток какой-то свой? Накладывает эта специфика, когда на занятиях девушек больше, чем у молодых людей? Конечно, накладывает, потому что у нас в программе запланированы некоторые парные упражнения. Там на доверие, на коммуникацию, на общение. Мы проигрываем многие ситуации, там даже первое знакомство. Запустим, есть такое упражнение, как узнать человека за одну минуту. И ребята разбиваются на пары, общаются, и вот за это время нужно выполнить это задание. Это только вопросы или можно потрогать друг друга? Вопросы, конечно, это обсуждение. Вопрос включается в том, чтобы узнать ценности человека, жизненные ценности, чтобы дальше уже продолжить обсуждение, но понимая, что для него важнее всего в жизни. Конечно, откладывает свою специфику, но в целом аудитория позволяла работать и в таком ключе. Давайте сейчас прибрёмся на небольшую паузу, буквально полминуты, и мы продолжим. Я напомню, что я беседую с Григорием Сайфулиным, руководителем Центра демографии и репродуктивистики и изучения вопросов семьи ВИАТГУ, член региональной общественной палаты, президент благотворительного молодёжного общественного фонда ВИАТСКИЙ фонд Александр Невского. Скоро продолжим. Продолжаем нашу беседу, и мы, на самом деле, очень важные вопросы затрагиваем, конечно, семьи, отношения между мужчинами и женщинами, женщиной, воспитание, появление детей и так далее. Вот сейчас как раз в перерыве спросил Григория о том, а как, на его взгляд, больше ли сейчас среди молодых людей тех, кто традиционно глядит на семью, смотрит на семью, либо их уже как-то вот меньшинство, и все эти понятия, в том числе связанные с семьёй, разрушаются. Не всё так плохо, вы сказали? Ну, это я верно я сказал, перефразировал ваш ответ, да. Пока не всё так плохо, просто некоторые ребята молодые, и вот, может быть, даже их очень много сейчас людей, которые считают, ну, знаете, такие, некоторые намыленные стереотипы. Но современная молодёжь сейчас как бы навеяна информационной средой современной, таким потребительским обществом. многие, как бы, считают, что, скажем, ну, вот первый вопрос, полезно ли сожительство для создания семьи? Сожительство — это юридический язык, а так гражданский брак у нас, да? Ну, в бытовом ощущении, да, но в позиции закона всё-таки это сожительство. Это не гражданский брак, он не зарегистрирован в органах записи актов гражданского состояния. Или второй вопрос, ребята считают, когда создавать семью стоит, там, после 35 лет, когда уже, там, получили высшее образование, есть стабильная работа, на квартиру заработали. Ну, зачастую, этого нет, нестабильные работы. Ну, у молодёжи некоторые настроения такие есть. Или, допустим, третий вариант, если не получилось добиться хороших отношений сразу в первом браке, может быть, стоит второй брак создавать, третий или последующий, то есть искать счастье с другим человеком. Ну, вот эти вопросы мы с ребятами тоже обсуждаем. И звучат оценки разные, собственно, да? По поводу. В обсуждении разные стороны задействованы, но вы к какому-то единственному потом знаменателю приходите? Или всё-таки вот то, о чём вы сказали, каждый делает вывод сам? Вы ни на чём не настаиваете? Ну, посмотрите, у нас вообще проще, наверное, один раз поучаствовать, чем сейчас перерассказывать, саму суть. Но у нас есть ряд упражнений, когда мы с ребятами, у нас есть и семейная пара приходит, которым интересно поучаствовать. Мы, допустим, с ребятами обсуждаем качество подлинной мужественности, подлинной женственности. Есть у нас такой блок небольшой в самом начале. И мы записываем вместе на вот единый лист лишь то, с чем согласна вся аудитория. Это 20 человек, на Иволге было 57 человек, второй раз было 79 человек, самый большой вот такой наш опыт аудитории. Мы записываем лишь то, что всех устраивает, никто не против. Но, с другой стороны, каждый из участников, он делает для себя личные выводы, дописывает, дополняет, с чем-то согласен, не согласен в дополнительном ключе. Но мы стараемся прийти к общему знаменателю, потому что, на наш взгляд, это правильнее в позиции некоторой объективности. А для семейной пары, кстати, это тоже некое испытание, да, участие в таких мероприятиях, то есть поделиться своим опытом. И проверить отношения, и, возможно, в процессе этого общения выясняется, что мы не слишком-то со своей второй половиной там схожи, да, это тоже есть. Ну, вообще, мне кажется, что просто важно быть честным. Важно быть честным и стараться не приукрасить какие-то свои отношения, а честно делиться в некоторых проблемах. Ну, допустим, конфликт есть в любой семье, какая бы она ни была там идеальная, просто все по-разному выходят из этих конфликтов. Кто-то готов развестись, а у кого-то в семье слабого развода вообще не существует. Или относятся к семье как к подводной лодке, с которой уже не сойти, а нужно договариваться, учиться как-то уважать друг друга и стремиться сохранить отношения. Безусловно, сложно бывает делиться личным опытом, просто потому что не хотелось бы все это, знаете, так вот наружу выплескивать отчасти. Но нам сейчас легче в том плане, что мы делим сейчас даже не своим опытом, а честно говоря, что вот есть у нас вот такие коллеги наши, там, друзья, наши знакомые, вот они так считают. Есть там люди, которые прожили 60 лет, у нас летопись вятской семье, о любом, где 100 из таких семей собрано, они вот так считают, ну и так далее. В чем еще ваша миссия заключалась именно на форуме? Помимо проведения интенсивных курсов любой фета на Иволге, я участвовал в большей степени как эксперт конвейера проектов на окружном и федеральном этапе. Кто, что ли, наши не пугает из конвейера проектов? Это уже звучало в эфире, наше слово-сочетание. Мы не первый раз уже посвящаем программу форуму Иволга. Так, можно поподробнее об этой работе. Вы внутреннюю кухню знаете? Ну, если так, немножко предыстория. Форум Иволга – единственный форум в России молодежный, попасть на который можно лишь подав проектную заявку, то есть ее проектную идею, либо описание существующего проекта и планов по его развитию. Всего в этом году таких проектных заявок подано было почти 12 тысяч заявок. На форум прошло 1527 проектов из 14 регионов в Приволжье. Задача экспертов на окружном этапе заключалась в том, чтобы, такой предварительный этап после регионального отбора, заключалась в том, чтобы из этих полутора тысяч заявок отобрать 20% наиболее сильных для последующей защиты. А почему 20%? Не больше, не меньше? Не более 20%. Это для того, чтобы в дальнейшем на федеральном этапе, когда состав экспертного жюри расширялся, прижали другие эксперты из других регионов, федеральные эксперты Росмолодежи, чтобы затем отобрать в каждой смене по 7 проектов. Первый, то есть 5 проектов – это с грантовой поддержкой финансовой, 1 на 300, 2 на 200, 2 на 150, и 2 проекта как поочерительный приз – поездка в звездный городок в Московскую область. Ну понятно, собственно, для работоспособности системы именно вот такая градация. То есть подождите, вы на региональном уровне отсеивали? Я участвую на региональном, на окружном, на федеральном, на всех этапах. Как оценивать качество тех работ, тех идей, которые поступали? Ну они ведь абсолютно все разные. Абсолютно все разные. Ну я просто одну цифру назову. В рамках той смены, в которой я работал, на смене «Поколение добра» было 210 проектов. 210 проектов, из них мы отобрали 7 в составе экспертного жюри. Я считаю, что в целом, в общем, обрадуя то, что очень много ребят с добрым сердцем и с хорошими идеями, направленные на улучшение жизни людей, которых окружают. Это дети-сироты, это дети с ограниченными возможностями, это престарелые люди, это развитие добровольческих организаций у себя в регионах и так далее. Но в целом можно сказать о том, что очень много проектов служивают, может даже две трети проектов служивают дополнительной проработки, внимательной, потому что часто это просто были проектные идеи, пока еще не живые проекты. Их большинство? Их большинство. Таких, которые на бумаге-то существуют? Примерно две трети. То есть ребята, которые чем-то занимались раньше, но на Ивлгу приехали с проектными какими-то подходами, идеями, пока еще даже не проведя какую-то приверительную работу себя на месте. Так, возвращаясь к тем, кто заинтересовался вашей деятельностью, когда вы, собственно, в другие регионы уже пойдете работать? В трех регионах мы уже системно работаем сейчас. Этим летом планируем, сейчас переговоры ведем с Атарстаном и с Московской областью. И с сентября планируем начать активные поездки такие в тех регионах, где это будет наиболее заинтересованность. То есть вы все-таки будете ездить, сами этим заниматься? Или это некая франшиза как-то будет? Подход очень простой. Мы находим партнера в регионе, который готов организовать площадку, заняться приличением целевой аудитории. Мы приезжаем на место, проводим вот такой интенсив-курс, попутно проводим еще у нас другой формат уроки семьи с участием педагогов, специалистов по работе с молодежью, социальных работников. То есть это уроки семьи для школьников, для студентов, для организованных групп. Мы проводим, педагоги смотрят, как это проводится, передаем им методические рекомендации в целях того, чтобы они в дальнейшем сами проводили подобные занятия. А интенсив-курс мы отодвигаем немножко дальше, в том плане, что если среди тех ведущих работников социальных, молодых семей появятся желающие для более системной работы, мы планируем, готовы передавать им вот эту технологию нашу, сценарии некоторые, подходы к работе, чтобы они уже самостоятельно и эти курсы провели у себя на территории в дальнейшем. А, кстати, что мы все за пределы этой области все выходим? В районах нашего региона, наш регион огромен. Вы представлены каким-то образом, то есть внутри вот развиваться? Полтора года назад уроки семьи проводились в 28 муниципальных образований Терровской области, были как раз специалисты, которые этим занимались. Сейчас мы технологию доработали и для некоторых районов отправляем доработанные материалы. И каких, например? Ну, допустим, недавно мы проводили интенсив-курсы и уроки в Амутнинском районе, в Афанасьевском районе у нас последний такой опыт был. До этого мы проводили в Куменском районе, Кельмесском районе, ну и ряда других. Это заинтересовало? Это заинтересовало коллег, заинтересовало молодежь на месте, но все равно это требует большой такой работы. И не каждый специалист по работе с молодежью, на котором очень много функций дополнительных, муниципальных нагружено, он готов этим заниматься системно. Вот наша задача хотя бы формат подготовки методической, подготовить за них и потом передать уже в таком простом варианте, чтобы они просто провели эти занятия. Здесь, в Кирове, у вас какие планы? Куда в дальнейшем развиваться хотите? Это же школа женихов и невест, то есть какие-то, возможно, новые направления, новые аспекты будете включать? Ну вот точно так же, тут есть три аспекта. Первый аспект — уроки семьи. Мы их планируем проводить в большом количестве аудитории. Это школы, гимназии, где нас уже приглашали. Мы планируем в сентябре активно начать в опорном университете. В первую очередь на разные студенческие группы мы планируем проводить вот такие занятия в массовом ключе. А как это они будут организованы? Во внеурочное время? Во внеурочное время. В классе, в аудитории вы собираете ребят? Мы собираем ребят. Есть там классные часы у школьников, у студентов. Это бывают факультативные занятия, связанные с разными аспектами. Там бывают организационные занятия в начале года, которые как раз можно этим занять. Есть по желанию, ребята собираются, особенно по направлению педагогики, психологии, социальная работа. Для них это интересно в формате вообще взаимодействия с аудиторией. То есть у них такое открытое занятие, это происходит. Мы проводим такие занятия. Уроки семьи, это полтора часа, игровая форма. Там какие основные посылы? Там основные посылы заключаются в том, чтобы разобрать некоторые ключевые вопросы семейной жизни, некоторые стереотипы разобрать, такие наиболее существенные молодежные средства. А кто главный в семье? Кто глава семьи? Кто должен зарабатывать? Совершенно верно. Совершенно верно. Много детей хорошо это или плохо. Кто за хозяйством должен следить и так далее. Вот основные такие аспекты мы разбираем с ребятами. Но задача урока в семье, это два часа всего, и такой формат организационный, то есть организованная аудитория, здесь сложно какие-то ценности изменить у молодежи. Задача их заключается в том, чтобы ребят побудить к самостоятельному поиску по этим вопросам в дальнейшем и пригласить их участие в интенсив-курсе. По нашему опыту порядка 56% желающих появляется после этого урока в семье, прийти на интенсив-курсы. Интенсив-курсы это формат в 8 часов, это обычно выходной день, где вот как раз таких больше, таких дальше форматов не игр и обсуждений, а больше таких тренинговых каких-то моментов, проигрывания ситуации. Это будет параллельный формат, мы планируем проводить его примерно раз в месяц-полтора, в зависимости от тоже наших возможностей. Сейчас с осенью мы планируем это начать активно в городе, приглашать уже любых других участников. 56% решаются сделать следующий шаг, но интенсив-курсы уже прийти, а все-таки не обидно, половина получается, по большому счету все-таки отсеивается. Уроки семьи это формат, где мы приходим как раз в организованную группу, то есть это ребята, не которых мы пригласили, они пришли, а ребята, которые просто есть, условно говоря, класс, мы пришли в эту аудиторию и многие из них заинтересовались дальше. 56% я считаю, что это неплохо. Неплохо. Еще одно направление, да, это остается? Второе, это как раз интенсив-курсы, и третье сейчас для нас в сентябре этого года мы планируем на базе опорного университета провести большой мезоригинальный форум совместно с фондом Андрея Пирозванного из города Москва, который будет посвящен как раз технологиями, практиками семейного просвещения молодежи. Мы планируем пригласить больших экспертов в этой области, это демографы, социологи, специалисты по информационной работе, педагогике, и планируем подобным нашим проектам, во-первых, развить в нашей области и в соседних регионах, это с одной стороны, с другой стороны, разработать проектные идеи, которые в дальнейшем сможем будет реализовывать уже на территории Кировской области. Ну, серьезные люди, я так понимаю, приезжают. Не будет ли это слишком, не знаю, тяжеловесно, тяжело для восприятия? Ну, мы ищем людей-практиков в первую очередь, чтобы эти люди могли сложные научные термины переложить простым языком, и самое главное даже не столько в проблематику погрузить, сколько дать посыл, что делать для решения тех или иных проблем. Ну, допустим, что делать для того, чтобы повысить рождаемость, что делать для того, чтобы меньше было сиротства, то есть брошенных детей, что делать для того, чтобы браки молодых семей, они были крепкие, и люди не разводились по итогам двух-трех лет семейной жизни, как это и сейчас происходит в массовом порядке, к сожалению. Сейчас по современной статистике у нас количество браков и разводов, оно примерно одинаково уже на протяжении... 54-57 процентов в среднем, но проблема в том, что очень многие браки, они сейчас в скрытой форме находятся, то есть сожительства распространяются, они не входят в статистику общую, абсолютно число браков, оно падает, но все число сожительств, а сожительства, они не ориентированы на создание в семьи во многом, в большинстве своем, и в большинстве своем не ориентированы на рождение детей. Откуда у вас такие данные, что не ориентированы? Ну вот вроде как часто бывает, мы поживем, притеремся, посмотрим, подходим ли мы друг к другу, бац, подошли, поживили, все нормально. Самый, может быть, яркий факт, по итогам переписи населения, в сертификовой переписи населения, 50-го года, последнего года, последней в России на 400 тысяч замужних женщин больше, чем женатых мужчин. Это говорит о том, что в таких вот союзах женщина считает, что это семья, а мужчина так не считает. И при первых трудностях, бытовых, моральных, психологических, мужчина готов за чемодан и уйти. Это распространено. Более глубоко эту проблематику изучал дружили наши коллеги из МГУ, кафедры социологии, демографии, социологии семьи и демографии, допустим, доктор социологических наук Антиндар Визитович Синельников, в 15-м году учил диссертацию по этой теме, на больших массивах данных, на протяжении 25 лет последних он изучил, и доказал следующие постулаты. Первое. Каждый последующий брак будет менее крепким, чем предыдущий. Он изучил и доказал это по статистике. На научном языке, на основе большой статистики он это доказал. Второе. Он доказал, что сожительство не ориентировано на рождение детей в большинстве своем и на создание семьи. И он называет это квазисемейными отношениями, которые, как правило, разрушаются в течение одного-трех лет вот такого союза. Это статистика. Это статистика. На основе статистики. Это статистика и исследование. Ну и, допустим, третье. Он доказал, что если сожительство возникает, беременность наступает, которое ни одно даже средство, контрацепция не защищает, в любом случае, как правило, завершается аборт. А аборт — это не только гибель ребенка, уже зачатого, это еще и трагедия для вот этих людей, для мамы это большой гормональный срыв. И, допустим, даже в нашей Кировской области есть рост онкологии сейчас. В плане России есть очень серьезная динамика по росту. Именно из-за этого вмешательства, да? Сейчас я пересню. В росте всей онкологии по России сейчас одна из наибольших тенденций по динамике развития занимает рост онкологии по женским органам. Это рак груди и рак матки. В анамнезе у большинства этих женщин, к сожалению, ранее прерванные беременности. Это объясняется очень просто. Организм очень настраивается на рождение ребенка. Перестройка организма происходит очень серьезно. И вдруг гормональный срыв, прерывание беременности. И это все сказывается в дальнейшем вот этими болезнями. И в итоге смертность от абортов, она довольно существенная, если мы учтем вот этот фактор последующих заболеваний. Ну и точно так же проблема бесплодия. Очень много бесплодия последующего как раз из-за ранее сделанных. Вот эту всю информацию вы выдаёте людям, которые приходят на занятия? Мы обсуждаем аспекты в некотором таком позитивном ключе. Или так уж, не давите. Есть темы, когда у ребят возникает интерес, и эти темы тоже проговариваем, разбираем очень детально. Но в целом наша задача ориентируется на другом. Наша задача создать такие положительные посылы, для того, чтобы ребята хотели работать над собой, над отношениями. И если не создали семью, то бороться за семейное счастье, преодолевая трудности любого рода, для того, чтобы достичь настоящей любви. Вы ведёте, кстати, статистику, да, простите, перебил. Ведёте статистику? Сколько вы девушек и молодых людей так вот уже объединили в нормальный брак признающимся нашим государством? Честно говоря, мы статистику ведём неполноценную в этом ключе, потому что есть площадки, допустим, в других регионах, мы их не учитываем совсем, число участников. Но по нашим данным, которые нам известны, из участников курса за четыре года создалась недавно 34-я семья в конце мая, и в начале июня родился 14-й малыш в этих семьях. Вот давайте счастья пожелаем. Не мается тем, кто в мае поженился. Продолжим нашу беседу. Буквально реклама у нас полторы минуты. Продолжаем наш разговор. Гость студии Григорий Сайфулин, руководитель Центра демографии и репродуктивистики и изучения вопросов семьи Вятгау, член общественной палаты Кировской области, президент Вятского фонда Александра Невского. Сейчас хочу сосредоточить свое внимание на Центре демографии. Структура относительно молодая, да? Да. Официально с августа прошлого года. С августа прошлого года. На вашей деятельности хотелось бы сейчас сосредоточиться. Чем занимается Центр демографии? Какие задачи стоят? Три направления основных. Первое направление — это проведение исследований в области демографии, социологии, семьи в первую очередь. И разработка... То есть у вас социологическая база какая-то есть? Мы ориентируемся на базу университета в целом. Есть институт гуманитарных и социальных наук. Кафедра социологии есть. Точно так же есть у нас кафедра педагогики, психологии. Мы с коллегами тоже взаимодействуем по ряду вопросов. Наша задача сводится также к тому, чтобы оценивать существующие законные проекты в сфере поддержки семьи, по демографии точно так же. Это второе направление? Это все первое. А, все первое. Все первое — это научно-исследовательская и методическая работа. Мы предлагаем свои меры демографического развития, с коллегами из регионных обсуждаем, с Росмолодежью взаимодействуем в этом ключе. Второе направление — это уже методическая работа. Вот есть наши образовательные проекты, о которых мы сегодня говорили уже отчасти. В рамках фонда? Сейчас все это на стыке. Все вместе. Сейчас все это на стыке взаимосвязано. Это ассоциация модуль Семьевятки, это фонд Александра Невская, это центр демографии. Мы сейчас даже это не разделяем, потому что деятельность она так систематизировалась благодаря университету. Вот мы эти проекты не просто сами развиваем. Наша задача еще подобные нам проектам искать в регионах других и методически помогать им развиваться, методически подгадать рекомендации для того, чтобы этот опыт положительно тиражировать в другие регионы. И в планах вообще всю страну охватить? Положительными практиками. Хотелось бы, наверное, говорить о том, что уже сделано, а не то, что в планах сейчас. Вообще, если глобально в плане, только лишь одно скажу, что нам бы хотелось, чтобы существующее направление молодые семьи, урос молодежи развивалось более активно, чем сейчас. Мы с молодежью, с коллегами тоже взаимодействуем в этом ключе. 4-8 июля, собираясь в Кострому, на все российские форумы молодых семей, тоже участие там связано будет с этой деятельностью, наше участие. Ну, допустим, в конце прошлого года наша разработка в Центре демографии, разработка урока семьи, о которой я говорил, она вошла в число 10 лучших из 600 в России подобных уроков. Конкурс Министерства образования и науки проводился, и это позволяет нам тиражировать это в другие регионы. Следующее направление Центра демографии это некоторые такие информационные брендовые проекты, ну, самые яркие из них это счетчик новорожденных, счастье можно родить. Которые на главном здании, на главном корпусе ВИАТГУ установлены, на театральной площади можно увидеть. Да, да, каждый час транслируется число новорожденных в нашем регионе. Допустим, сегодня, если не ошибаюсь, родилось 35 малышей, 17 мальчиков, 17 девочек в Кировской области. Наша задача не просто статистикой заниматься, и не просто эти результаты представлять населению, но тезис счастья можно родить и донести до большего числа нашей аудитории, молодых семей, молодых людей. Идея счетчика очень понравилась уполномоченным по правам ребенка при президенте России Ани Юрьевне Кузнецовой. Я хожу с общественного совета при Ане Юрьевне в Москве. И сейчас есть идея доработать счетчик до всероссийского с коллегами из других регионов. Вернский край, Самарская область. Мы планируем сейчас это сделать. Как он будет представлен на федеральном уровне? Он будет представлен на федеральном уровне через сайт уполномоченного, на котором можно будет эти данные смотреть, чтобы внимание к вопросу рождаемости, который сейчас мы очень серьезно падаем в России, привлечь людей. И может быть, пойти к кому-то задуматься о том, чтобы действительно, если другие люди не боятся рождать детей, то может быть и нам не стоит чего-то опасаться. Если мы хотим ребеночка родить, то уповая друг на друга, ну и трудясь, конечно, все-таки ребеночка рождать, не откладывать это решение. Ну и третье наше направление, это как раз эти образовательные проекты и реализация вместе с муниципальным образованием Кировской области, с коллегами из других регионов, разработку муниципальных программ демографического развития. А предложения уже по улучшению в этой сфере к региональному правительству есть? Есть. Можно озвучить? Неоднократно озвучивали. Но самое такое глобальное сейчас для нас, это мы предлагаем не только даже в Кировской области, а в России, вот с этого начну, реформировать систему социальной политики в области поддержки семей с детьми. На сегодня... Это там всевозможные компенсации в том числе, да? Сейчас поясню. На сегодня проблема заключается вот в чем. В России сейчас колоссальное падение рождаемости именно первых детей. Если последние 15 лет мы слышали о приросте рождаемости, везде мы салютовали об этом, то сейчас мы находимся на грани кризиса демографического, очень серьезного, впоследствии которого они могут даже быть серьезнее, чем кризис 90-х годов. Связано с тем, что последние 15 лет рождало поколение женщин, которых было очень много, и они были рождены в конце 80-х. Бэби-бум Брежнева, так называемый. Это сейчас ни в коем образе не упрек в адрес прекрасной половины, что их много рождалось? Нет, нет, нет. Дело в том, что эти женщины, они были ориентированы на рождение двух-трех детей. И благодаря экономическому росту и мерам поддержки, там, материнский капитал и другие программы, это желание реализовалось. Рождаемость последних 15 лет была рождаемость вторых-третьих детей. Сейчас в активную фазу в это рождение вступило поколение женщин, в первую очередь, семей, которых очень мало. Их родилось в 90-е годы. Вдобавок, эти люди не ориентированы на рождение двух-трех детей. Они хотят одного-двух по своим ценностям и убеждениям. И откладывают момент рождения. И сегодня возраст вступления в брак и возраст в первого ребенка взвинулся к 28-30 годам. То есть априори, даже люди, если захотят родить первого ребенка 28, они не родят, скорее всего, третьего ребенка в силу физиологических особенностей. Времени мало. Конкретные предложения? Конкретные предложения. Мы предлагаем в системе мер социальной поддержки акцентировать внимание на поддержку семейного образа жизни первого брака и рождения детей. То есть можно расставить акценты, даже не увеличивая бюджетные средства, просто расставить акценты в мерах поддержки. Например, еще поконкретнее. Сейчас я не буду конкретно. У нас есть целая таблица с индикаторами, которые мы предлагаем сейчас внедрить. Но, условно говоря, мы предлагаем ввести категорию семейного стажа. И за семейный стаж можно сделать некоторую компенсационную выплату, маленькую, но раз в пятилетку, когда люди преодолевают очередной порог в семейной жизни. То есть такая форма поощрительного отношения государства к образу семьи, скажем так. В материальной форме? В том числе в материальной форме. Да, потому что, допустим, сейчас есть латентные браки и разводы, когда люди разводятся для того, чтобы получить большее пособие. У нас вот такая цифра сейчас есть, вопиющая, когда на ребенка воспитанного в кровной семье, где двое детей, мер поддержки государственной в семь раз меньше, чем в приемной семье, хотя мы считаем, что важно прием на детей, но перекос очень существенный. Но я вас понимаю, как отец двоих детей. И в 14 раз меньше, чем на ребенка-сироту в детдоме воспитываем. Представляете, вот если бы эти перекосы нам изменить, то можно побудить людей к воспитанию детей в кровных семьях, а не побуждать их к тому, чтобы не отказывались от детей, а потом их принимали в семью. Второе, более приземленное сейчас, это актуализация мер по уже существующим программам национальной стратегии действий в интересах детей. Там очень много мероприятий, но они не ориентированы на ключевую цель повышения рождаемости и воспитания детей в семьях. Следующее, что мы предлагаем сейчас, вернуться к обсуждению вопросов в Кировской области о возвращении закона поддержки семей с детьми в жилищной сфере. У нас был ЗИКОН 96 ЗО, по ипотеке можно было компенсировать часть выплаты. 150-200 тысяч рублей. Мы предлагаем вернуться к этому вопросу, потому что сейчас важно поддержать эту рождаемость. Следующий блок касается того, что мало поддержать людей с детьми. Важно формировать ценность семейного образа жизни, чтобы вообще это желание поддерживать. Поэтому мы предлагаем ряд мероприятий по формированию ценностей семейного образа жизни. Это образовательный проект, информационные проекты. Здесь мы тоже предлагаем. Это незатратные средства, они могут дать хороший эффект. Следующий наш блок, который мы тоже сейчас активно разрабатываем. У нас минуты остается только лишь, да? Самое простое зафиксировать в качестве индикатора деятельности органов региональной власти индикатор рождаемости детей и семьях, количество детей в воспитываемых семьях, соотношение детей и сирот. Критерий эффективности. Критерий эффективности государственных чиновников. Это понятно, что просто не регионально, они вряд ли захотят это внедрить. Но мы считаем, что в плане российского аспекта это очень важно. Ну и есть некоторые такие предложения, которые такие революционные отчасти, но они требуют проработки. И многие демографы считают, что это очень важно. Мы с ними согласны. Давайте хотя бы один какой-то момент. Мы считаем, что труд многодетной матери нужно приравнять к труду воспитателей детского сада. Потому что... Соответствующим поощрением. Соответствующим поощрением. Совершенно верно. Потому что гораздо эффективнее воспитывать детей в семьях. Вопрос, в первую очередь, про маленьких детей до трех лет. Сейчас есть. Но при этом то, что дается в семьях, нельзя дать в других учреждениях. Подождите. Вот все. Приходится заканчивать. С сожалению, Григорьев. И последний вопрос. Региональные власти в курсе ваших уже предложений. Вы им это все предоставляли? Или только еще планируете? Прямо на глаза. Буквально вчера на встрече с победителем форума Иволга мы обсуждали с Игорем Владимировичем Васильевым, Курдюмом Денисандровичем, вот эти вопросы. Некоторые из них договорились о том, что мы встретимся более подробно, более системно предлагаем создать постоянную действующую площадку при органах государственной власти региона с целью выработки вот таких предложений про улучшение ситуации у нас в регионе на постоянной системной основе. Конкретный срок уже намечен? Пока сейчас нет. Мы ждем протокольного решения по итогам этого совещания сейчас. Надеемся, что это будет реализовано до выборов в сентябре этого года. Спасибо большое. Истекло наше время, к сожалению, Григорий Сайфулин. Большое спасибо. На новых встреч. Большое спасибо вам. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok